МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Темпы от Минобороны. В Рязани ускоренно возводят военный госпиталь. Навыки экстремального вождения. Во дворе одного из рязанских домов, а таких, поверьте, много, колейность и гололед увеличивают аварийность. Спецзадачи для ГИБДД. Юным инспекторам раскрыли нюансы профессии. В Рязанском микрорайоне Дашково-Песочно ускоренными темпами началось возведение нового военного госпиталя. На сайте Минобороны выложили подробное видео. Нюанс в том, что все работы нужно завершить к ноябрю этого года. Это место котлован нового палаточного корпуса на 120 койко-мест. Уже сделали подсыпку. А как морозы спадут, говорят строители, начнут заливку фундамента. И это только одно здание из 11 основных. Плюс 9 вспомогательных. Площадь стройки по меркам Рязани огромная. Почти 12 тысяч квадратных метров. Строительство клиники на 150 мест в микрорайоне Дашково-Песочня стартовало. Вышли мы на площадку 1 декабря. Первая техника вышла. Изначально проводились работы по подготовке территории, ограждению территории, освещение. Сейчас уже полным ходом идут работы по устройству котлованов. В настоящее время находится на площадке 13 дневных техники и 21 человек рабочих. О строительстве нового военного госпиталя в Рязани заявляли еще в далеком 14-м. Тогда планировалось, что в госпитале будут лечить не только военнослужащих, но и местных жителей. Уже существующий госпиталь на Первомайском проспекте хотели реорганизовать. Перевести в новое учреждение как персонал, так и оборудование. Сдать объект рассчитывали в четвертом квартале 2015-го. Но уже в мае депутаты заявили, что возведение приостановлено. Причиной стал недостаток финансирования со стороны Минобороны. Теперь же на площадке работа буквально кипит. Обещают, что после завершения стройки госпиталь будет оснащен самым передовым медицинским оборудованием. В настоящее время работы ведут ударные темпы, несмотря на холод и мороз. Морозы были до 25 градусов. То есть сдача поставлена. Я думаю, мы ее выполним в честь и вовремя. Вовремя – это до конца этого года. Ноябрь 2023-го обозначен сроком сдачи объекта. И в продолжение темы. В этом году в Рязанской области власти намерены построить 10 объектов водоснабжения общей стоимостью более 255 миллионов рублей. Работы проведут по федеральному проекту «Чистая вода». Как сообщает сайт областного правительства, с привлечением федеральной поддержки в прошлом году в регионе возвели 6 объектов водоснабжения. Станции водоподготовки, артезианские скважины, водопроводные сети в Рязани, Скопине, Михайловском и Касимовском районах. Еще 11 по региональной госпрограмме. Кроме этого, заменили более 6 километров магистральных теплосетей на сумму около 200 миллионов рублей. Неприятную находку зафиксировали в Шиловском районе Рязанской области специалисты Россельхознадзора. Там обнаружены трупы мелкого рогатого скота. Трупы животных были сброшены в лесопосадки недалеко от перекрестка автомобильной дороги, ведущей в Сапожок, и федеральной трассы М5 «Урал». Для исключения и недопущения распространения опасных заболеваний и дезинфекции, представителями Шиловской районной ветеринарной станции мертвые животные были сожжены. Специалистами ведомства установлен факт нарушения ветеринарных правил по утилизации биологических отходов. Виновных ищут. Среди автомобилистов Рязанский адрес Зубковой, 31А, печально известен. Чтобы проехать здесь без ущерба, необходимо обладать навыками экстремального вождения. Нынешней зимой условия заставляют проезжающих напрягаться еще сильнее. Из-за наледи приходится постоянно вычислять нужную траекторию движения. Проколотые колеса, испорченные подвески и бамперы. Осенью вода по колено, зимой гололед. В таком настоящем жители домов по улице Зубковой живут уже много лет. Глубокие ямы с острыми краями, объехать их практически невозможно. Жители дома вспоминают, за долгие годы, а некоторые из них живут здесь более 10 лет, капитального ремонта дороги не было. Да ничего, ничего не делают с ними. Вот мы с 10-го года здесь ничего не делаем в дороге, в нашем дворе. Приехал сюда работать, машина вот ударилась вот в нищем. Яма вообще просто, у нас вся Рязань такая. Вся в ямах, вся скользкая, ни пешком пройти, ни на машине проехать. Не справляются с такими буераками даже внедорожники на полном приводе. Если заносит, того и гляди, можно задеть припаркованную или встречную машину. Для пешеходов пройти этот путь тоже испытание. Скользко, неровно, опасно. Глубокие ямы доставляют проблемы и мамам. О колясках можно забыть. Здесь прогуливаться с ними просто не представляется возможным. В управляющей компании «Вектор Плюс» на наш телефонный звонок ответили. Я заявку записываю, передаю мастеру по благоустройству, а она сейчас на участке. И такой ответ жители получают постоянно. Ничего не меняется. Теперь местные готовы составить и направить заявление в жилинспекцию. Каждый год отряды ЮИДа приходят на экскурсию в действующее специальное подразделение ГИБДД. Ребятам показывают, как работают сотрудники госавтоинспекции. И вот на этот раз экскурсия тоже прошла по плану. Каждое нарушение должно быть в единой электронной базе. Вот приехали инспектора, привезли, например, 10 протоколов с собой. И здесь вот они их в комнате точно так же забивают в базу. То, что для школьников выглядит как простой компьютерный класс, на самом деле один из рабочих кабинетов. Для службы ГИБДД он очень важен. Здесь рукописные протоколы переносят в единую базу. Визит в этот кабинет – один из первых этапов экскурсии для отряда юных инспекторов дорожного движения из седьмой школы. Каждый инспектор дорожной патрульной службы должен иметь очень хорошее состояние здоровья и хорошую физическую форму. Очень часто приходится и догонять каких-то нарушителей и преступников. Учебные комнаты, рабочие кабинеты, залы с кубками – все это только часть экскурсии. А началась она еще в автобусе, когда ребят забрали со школы. Там им рассказали историю подразделения. А также заинтриговали тем, что их ждет в спецподразделении ГИБДД. Когда инспектора заступают на службу, первое, что у каждого инспектора с собой вот такой чемодан с административным материалом. Тут находятся протоколы, жезл, светоотражающий жилет. Обязательно у каждого инспектора с собой небольшой ножик. Для того, что если вдруг произойдет какое-то ДТП с пострадавшим, можно было бы перерезать ремень или еще что-то. Обязательно получают резиновую палку, наручники, табельное оружие, шлем защитный, бронежилет. Такой комплект у каждого инспектора ДПС. Экипируют ими только если поступает спецзадача. Школьникам даже предложили примерить. Ничего сверхтяжелого, говорит инспектор. Пластину тут второго класса. То есть вес такого бронежилета от 3 до 5 килограмм. Плюс шлем. У нас прежде всего существуют специальные задачи и специальные операции. Если поступает команда, вот без всего, без этого инспектор на службу не заступает. Помимо этого, каждый стационарный пост оборудован оружием. Притом как автоматическим, так и снайперским. Плюс оружие нелетального действия, карабин и пистолет. Их, кстати, можно заряжать как газовыми патронами, так и сигнальными. Все оружие разрешили подержать в руках. А еще примерить на себя экипировку. Могу сказать, что сложно, но удобно. Мне... Я бы так не ходил, конечно. Не меняя любопытной часть экскурсии, патрульный автомобиль. Где ребята из отряда Юйт не растерялись и стали нажимать на все кнопки. Нажимай. Это для подачи сигнала водителям. Транспортный средств. Требования остановки. Водитель трансформа средств также. Можешь включить сигнальную сирену. Так выключи потом. Подобные экскурсии проводятся минимум раз в год. Участниками обычно становятся члены отряда юных инспекторов дорожного движения из разных школ. Чтобы ребята познакомились с профессией сотрудника госавтоинспекции. Конечно, точных цифр о том, сколько ребят из отряда Юйт становятся сотрудниками ГИБДД, нет. Но бывает и такое. У нас в этом году была практикантка из Орловского института МВД, которая раньше была юным инспектором дорожного движения. И приезжала к нам и на конкурс Юйт, и была у нас на экскурсии в подразделении. И с большой любовью об этом говорила. И все-таки действительно выбрала своей профессией именно дорожно-патрульную службу. Традиционно такие экскурсии заканчиваются возложением цветов в мемориалу сотрудникам ГИБДД, погибшим при исполнении служебных обязанностей. В декабре прошлого года строители в Рязанской области вывели на рынок столько же многоквартирных домов, сколько и годом ранее. Об этом сообщает единый ресурс застройщиков. В декабре 2022 на рынок Рязанской области вывели 4 объекта. Это 1230 квартир с совокупной площадью 52,2 тысяч квадратных метров. Любопытный нюанс. Площадь квартир в объектах по сравнению с декабрем 2021 уменьшилась на 39%. По количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, Рязанская область занимает 32 место в стране, а по площади новых объектов – 19. На регион пришлось чуть более 1% жилья, выведенного на общероссийский рынок. Крещенские морозы в этом году обойдут регион стороной, как, впрочем, и другие субъекты Центральной России. Капризы зимы 2022-2023 синомтики называют истеричными, а обыватели гадают, придет ли по-настоящему снежная морозная зима. Православные христиане зимой отмечают важнейший праздник – Крещение Господне. Литургии в храме проводят вечером 18 января, а после службы принято отправляться к Иорданям – специальным купелям, вырубленным в замерзших водоемах или оборудованным при храмах. Для купающихся важен прогноз погоды, который синоптики дают на крещение. В последние годы Рязань перестала демонстрировать отрицательные температурные рекорды. В среднем термометры держатся на отметке минус 10. Не исключением стала и эта зима. Мы узнали, какой будет погода на крещение в 2023 году. Вторую половину января синоптики предположительно уже называют мягкотелой. Среднесуточная температура ожидается в районе минус 6-8 градусов ночью и минус 1-3 днем. Погода ожидается неустойчивая. Морозы будут сменяться оттепелями с частой гололедицей, как, впрочем, и всю первую половину зимы. Крещенских морозов на этот раз не ожидается. Температура сохранится на отметке около нуля. Будет сильный ветер и отсутствие осадков. Крепкие рождественские минусы не повторятся в крещении. Если говорить об аномалиях, самая холодная зима с начала столетия была в 2006 году. Среднесуточная температура 19 января тогда составила минус 28 градусов. К вечеру был зафиксирован абсолютный минимум в минус 30. А вот ровно через год все случилось с точностью до наоборот. В середине января едва ли не начали проклевываться почки на деревьях, поскольку температура в тот день была плюс 6. Святочная неделя подходит к концу, и дни перед крещением связаны с разными народными традициями. По народным поверьям считалось, что в последние дни святок темные силы стараются как можно больше навредить людям. Поэтому 17 января крестьяне рядились в вывернутые мехом наружу тулупы, перед выходом из избы брали в руку кочергу, а открывавшему шествие давали в руки горящее тряпье. Так ходили от дома к дому, отгоняя злых духов. Кроме того, принято было ставить на стол блюда с медом и сам мед. А 18 января в крещенский сочельник, помимо очищения тела, принято наводить порядок и в жилище, провести генеральную уборку, вымести грязь из труднодоступных мест, вынести мусор. Сочельник предваряет события Бога явления, когда Иисус был крещен Иоанном Претечи в реке Иордан. В народе в крещенский сочельник принято устраивать гадания. Молодые девушки гадают насуженного и свою судьбу с помощью записок, свечей и прочих атрибутов. Однако церковь подобные обряды не приветствует, как и в другие православные праздники. В сочельник и само крещение нельзя действовать с дурными помыслами, злословить и ругаться с близкими. На этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!